Всем доброго и замечательного времени суток, меня зовут Алина, рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я снимаю видео о том, что меня удивляет в Америке. И я не просто так его снимаю, я здесь прям подготовилась. Сегодня я поговорю про то, что меня удивляет в США. Итак, поехали. Первое это пешеходные улицы. Меня очень удивляет, что во многих жилых районах, хороших городов, может не быть пешеходных тротуаров внутри районов. То есть будут идти дома, будут идти дороги, будет небольшая обочина и все, не будет тротуаров. То есть все предназначено будет на то, что люди просто едут на машине от дома, куда им надо. И не предрасположен район к тому, что люди там, не знаю, катают детей на колясках, выгуливают собак или сами просто прогуливаются. И так было построено в какие-то года, в 50-е, 60-е. Я так понимаю, что таким образом построены в основном районы, которые построены в послевоенное время, когда быстро нужно было строить. Но, допустим, выбирая место для жилья, для съема и тем более для покупки, обязательно заходите в Google Maps и проверяйте, будет ли эта улица пешеходной или будет только дорога и небольшая обочина. Вторая вещь, которая меня удивляет, я лично не бывала в таких местах, но я знаю, что в Америке есть города, где нет внутригородского общественного транспорта вообще. То есть есть города целые, которые имеют только центральную автостанцию, откуда люди уезжают на междугородних рейсах. Но подъезжают они туда исключительно на машине, такое park and drive, а внутригородского общественного транспорта в части городов нет. Для меня это очень непривычно. Третье, что для меня непривычно, что в каждом штате есть свои нюансы по вождению. И с ними нужно ознакомиться до въезда в этот штат. Потому что я привыкла, что по всей стране есть какие-то одни правила, когда ты уезжаешь в другую страну, есть другие правила. Но в Америке, вот это вот United States of America, они имеют в виду, что каждый штат, он чуть-чуть другая страна, что как бы они объединены, они все одна страна. Но у них есть много своих каких-то дополнительных законов и нюансов. И для меня это просто очень непривычно, поэтому для меня это странно. Все еще, что меня удивляет, что одни и те же вещи, одна и та же продукция, неважно, это продукты питания, одежда или техника, в разных магазинах, которые даже очень близко друг к другу расположены, могут стоить очень-очень по-разному. В Израиле, где я жила последние 18 лет, такого разброса не было, что вот прям в соседнем магазине вещи будут стоить в два раза дешевле или дороже, чем она стоит здесь. То есть цены плюс-минус более-менее похожи, как будто есть такая негласная согласованность с расценками. А в Америке действительно значительно более свободный рынок и тот же предмет, который стоит в Walmart, например, 3 доллара, может стоить в каком-нибудь, не знаю, сейфе или в каком-то другом магазине, может стоить 5 или даже 6 долларов. Наша фирма-производитель, тот же объем, это для меня очень странно, но как совет сразу тут же скажу, что не спешите покупать вещи, проберяйте цены, сверяйте цены и решайте, где вам выгоднее совершить ту или иную покупку. Также меня удивило, ну как бы просто мне это никак не помогает, конечно, просто приятно видеть отношение к своим солдатам, что все, кто служил в американской армии, они имеют массу различных субсидий и на образование, и в том числе они могут взять ботеку без первичного взноса и на какой-то очень субсидированный льготный процент. Мне это вызывает большое уважение, и я думаю, что это правильное отношение к тем, кто служил в армии своей страны. Также приятным сюрпризом для меня стало то, что налоговое обложение более щадящее, чем в Израиле, скажем так, и, например, на какую-то свою очень большую покупку можно попросить частичный возврат налога НДС, который вы заплатили. Что, безусловно, очень для меня непривычно. Также приятно меня удивила вежливость и тактичность людей. То есть люди очень вежливые и тактичные. Муж сказать, что они какие-то очень дружелюбные и теплые, по крайней мере, такое выражение, как Seattle Freeze, говорят, что вот в этом регионе, где я сейчас живу, люди более такие холодные и сдержанные. Сдержанные, но я, честно говоря, вижу в их поведении вежливость, и мне это приятно. Мне, наверное, какой-то вот именно сдержанной вежливости не хватало. Это очень по-другому, но мне, в общем-то, это нравится. То есть люди приветливые, люди вежливые, люди ненавязчивые, но, тем не менее, нет такого, что они тебя игнорят. То есть человек с тобой поздоровается, человек к тебе улыбнется, человек ответит на твои вопросы, если они у тебя есть. И мне кажется, что это приятно, но просто пока непривычно для меня. Я уже упоминала в каком-то своем видео про такие совсем непривычные для меня вещи, что полиция в случае какого-то недопонимания имеет намного больше полномочий применения оружия, нежели то, к чему я привычна, например, из Израиля. И последняя такая странная вещь, про которую я хочу сегодня сказать из того, что для меня странно, это то, что сотового покрытия может вдруг где-то даже в черте города не стать. То есть его может вдруг не быть. В Израиле, видать, очень много сотовых вышек, потому что такого, чтобы внутри зданий, посреди города или где-то просто, что мы едем из одного города в другой, что вдруг какие-то серьезные проблемы с сотовым покрытием, с сотовым сигналом, как это правильно сказать, я не знаю. Наверное, это клейта называется, что вдруг затем была какая-то проблема, это очень неожиданно, то есть я такого не помню. Здесь же такое может быть вполне, вы можете приехать к кому-то домой в какой-то район, и именно ваша сотовая компания там не будет работать. И это не потому, что лично у меня плохая сотовая компания, это происходит с различными сотовыми компаниями, что в каком-то месте только одна какая-то ловит, а другая какая-то не ловит. Или вы можете где-то ехать, и на каком-то отрезке трассы вдруг может не быть сотового покрытия, потому что все вышки далеко. И это, конечно, очень непривычно. Вот такое видео у меня получилось сегодня. Я надеюсь, что оно было занимательным, приятным и полезным. До новых встреч! Пишите ваши комментарии. Ну а пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok